Ребят, все дорогие мои зрители, YouTube, огромный привет! Вот сегодня я к вам вернулась в том виде, в котором вы привыкли меня видеть. Девочки, большая просьба, вы ведь все взрослые уже, да, не пишите глупости. Блефаропластику я сделала, а где делала, какие врачи? Вы меня видите каждый день в YouTube. Какая блефаропластика? Ну, накрасила я глаза и губы, потому что мне два дня подряд нужно было появляться на осмотр в клинике. Была встреча с врачом. Ну, вот поэтому. Уже вам рассказываю подробности своей жизни. Ну, в конце концов, ну, действительно, давайте каждый займется своим делом. Я буду делать обзоры, а вы будете слушать меня и обсуждать, как обычно, все в комментариях. Но точно не мой внешний вид. Тем более я, что-то народ, никак вычухаться не могу. Ну, болячка моя вернулась обратно. Опять слезы, сопли, температура. Вот вам уже нажаловалась сполна. Итак, поехали делать обзор. Ребята, может, даже бы ничего сегодня не записывала. Извините. Ну, вот этот приход Самвелла к матери на планетную, когда присутствовала здесь Зина, вы знаете, как-то меня вся эта картинка заставила немножечко, да, поменять мнение о Зине. Пусть где-то человек неграмотный и сама себе на уме. Кому-то нравится эта женщина, кому-то не нравится. Но, тем не менее, вот голова у человека как-то работает, и мысли в голове свежие. Чувствуется, что есть вот этот вот жизненный опыт, да. Человек прожил жизнь, ну, что-то знает, что-то понимает в этой жизни, в отличие от хирямы. Я диву даюсь, сидели без электричества, сидели без воды, отопления не было. Ну, вот, слава тебе, Господи, все свершилось, как Зеленский обещал, сутки-полтора будет свет. Чуть побольше надо подождать 2-3 дня, появится вода, потому что везде все ремонтники, бригады работают. Обязательно, сказал украинцы, не переживайте, все будет подключено, все сделаем. Действительно, обещания выполняются. И вот дали воду, все-таки пятый этаж. Зина говорит, у меня на первом была вода, ну, самотеком где-то там что-то стекало. Первый этаж, насосы не надо, чтобы работали, да, подавать воду. На пятый этаж, сами понимаете, естественно, воды нет. Вот она появилась, пусть напор небольшой. Я в шоке, лежат пустые баклажки в таком количестве в ее гардеробной сверху на полочке, и ума нету вообще. То есть мысль не появилась в голове. Да возьми ж ты хоть одну эту бутыль и набери воды. Элементарное смыть унитаз, помыть тарелку. Не, сидеть в кресле. Самуэл говорит, так давай наберем воду. Следующий вопрос меня поверг в шок, девчонки. Шо це було вообще? Васильевна, вы нас так не пугайте. У вас правда проблемы с мозговой деятельностью? Вот сколько мне пишут и пишут в комментариях, девочки там есть, сведущие, да, которые в своей жизни сталкивались с такими больными. По поводу деменции я сейчас говорю. Но я не наблюдала за Васильевной и всегда спорила с вами. Ну сейчас я просто в шоке. А де мене оце тут воду набирать, оце тут? Самуэл говорит, не, ну съезди в Париж, во Франции, набери воды. Что это за вопрос? Какой смысл заложен в этом вопросе? В смысле оце мене тут воду набирать? Ну в тебе ж кран в квартире, ну так набери воды. А ты подивайся, он як воно там еле-еле тыче. И что? Да пусть хоть капает на ночь, включи, поставь, за ночь накапает тебе целая баклаха воды. Уже тебе на три-на четыре раза будет чем смыть унитаз, не будет вонища на всю квартиру стоять. Ну так же, девчонки. У нее мысль такая в голове не появляется. Она вообще об этом не думает, девочки. Не мыла, кажется, Самуэл, голову не мыла, сейчас вдруг надо. Оказалось, даже элементарного тазика нету. Вот таз, миска, все что угодно, элементарные вещи. Помыться. Ну, как я говорю, от сели до сели. А саму сели забула, да, Васильевна? Ну, вот так, у шупечки. Голову помыть. Дома нет тазика. Зато миллиардеры продавали-продавали. Всю свою утварь домашнюю продали. Тазика нема. И дымы, мама, в кастрюле, обоум в ведре. Ну, вы серьезно, Самуэл? Ну, как вы живете? Потом обижаются, что критикуют их в комментариях зрителей. Ну, как вы живете в квартире? Нет тазика. Ну, помыться, подмыться. Ну, башку свою сполоснуть. Видишь, какие ситуации случаются. Как это можно допустить в принципе? Смотрю, Зина тоже возмущается. Говорит, сколько эта дверь, которую Самуэл снял в прихожей от шкафа с зеркалом, помните, да? Вот, когда были первые бомбежки, еще весной, очень страшно. Люди вообще не понимали, как жить, что делать, как себя вести. И тогда давали советы прятаться, если не спустились в бомбоубежище, в прихожих. Правила двух, а то лучше трех стен должно соблюдаться, чтобы ты в прихожей, это самое было безопасное место, мог там схорониться. А там эти зеркальные дверцы и шкафы. Там Васильевна даже спала по ночам. Помним мы все это. И эта дверь вот уже девять месяцев стоит. Зина говорит, сколько она будет тут стоять уже, повезти ее? Ну, Васильевна же уже не ночует здесь в прихожей, да? Вот, а если, не дай Бог, взрывы-то впады-то и накры, будут осколки лететь в Самуэл. Не дай тебе, Господи, конечно, шо, вот не дай Бог. Ну, там уже будет не до твоих дверей. Вот то и шкаф, вот то все, як рухне, там мокрого места не останется. Мне почему-то кажется, что вот та дверь, то, что снял Самуэл, ну, никак не спасает, ребята, серьезно. Ну, и с практической стороны Зина, слышу, делает замечания по поводу вот этих бра в прихожей. Говорит, вы же никогда их не включаете. Вот эта ниша, которая сделана для того, чтобы можно было там на пуфик присесть, да? Ну, почему? Я, кстати, поддерживаю Зину руками и ногами. Вместо этих бра не повесить два-три таких больших крючка для верхней одежды. Это же удобно. И эта ниша уже сделана. Сам Бог велел. Ребята, пришел себе, куртку снял, пальто, ветровка, неважно что. Ты повесил, даже если оно мокрое, оно просохнет от снега, от дождя. Правильно ведь? Нет, Самуэл спорит. Вот хлебом не кормит, дай поспорить. Севой кит, ты упертый. Ты же никого не слышишь. Вообще. Вот здесь есть вешалка, надо на плечики повесить и засунуть прямо в шкаф. Да это неудобно. Ты же сам приходишь, снимаешь свою верхнюю одежду и бросаешь где ни попадя. То в кухне на столе, то на стуле, то в этой комнатке, на кресло, на кровати, где угодно. Так пришел, снял, на вешалочку повесил, замечательно. Нафига эти, брат, там нужны? Какую они несут смысловую нагрузку? Ну, включил, продемонстрировал и Зине. Ой, такая атмосфера. Яка атмосфера. И нахрен она нужна? Вот эта атмосфера твоей херями или еще кому бы там ни было в этой квартире, в крошечной, где надо каждый закуток с практической стороны рассматривать и использовать по назначению. Мое такое мнение, ребят. Главная тема. Будем тылдечить, девочки, про це кольцо и ще три месяца. Боже мой, дорогачки уже, правда. Но если озвучили, мы же с вами это обсуждаем. Споймал Зину здесь у матери в квартире. Натекает-то Зина, а чего вы все время текает? Да, она не хочет просто, чтобы ее снимал. Ты понимаешь, чтобы камерой в лицо ей лез. Потом ее обсуждают в комментариях. Она это читает, ей неприятно. Вот только по этой причине. Насколько я поняла Зину. Вот, Зина, скажите, бы все люди интересуются, чего вы не взяли кольцо. Мама вам предлагала? Да, предлагала. Но шупечка впереди планеты всей. Предлагала, предлагала. Так не тебя вообще спрашивают. То, как ты шупечка предлагаешь, мы все знаем, что лучше не взять. Надо предлагать так, чтобы человек хотел взять этот презент или подарок, неважно. Но ты же предлагаешь так, что человек в жизни никогда не возьмет. Но я сейчас даже не об этом, ребята. Зина, так и почему вы не взяли кольцо? Зина вот здесь меня удивила, ребята. Удивила приятно. Вот чтобы мы про нее не говорили, как бы мы ее не критиковали, человек абсолютно обоснованно объяснил свою позицию, здравомыслящее рассуждение, браво, Зина, с женским своим достоинством, с гордостью. Я таких очень людей уважаю. Было приятно слушать человека. Говорит, да потому что дарили, передаривали это кольцо, возвращали. Да нашел, но мне надо это кольцо. То есть энергетика, сами понимаете, у этого кольца, ребята. И вот так вот его то туда, то сюда, с жадностью эта херяма не дам, бо воно ей не надо. Зина никогда не носила. А ой, нехай мене с бирочкой полежь. Зина ведь все это слышала прекрасно. Зина не дура. Зина прекрасно понимает, что херяма абсолютно не хочет никому отдавать это кольцо. И я расцениваю Зинину позицию. Девочки так, от греха подальше. Господи, не было этих колец всю жизнь. Да и нафиг они нужны. Они же счастья приносят эти кольца. Или здоровья прибавятся. Да нет, конечно. Зина, браво, молодец. Больше ничего не могу даже добавить. Ребята. Самвел сказал, что на Новый год подарят все-таки Зине. Подарочек, пусть это будет цепочка с кулончиком. Я считаю, очень правильно. Можно одеть новенькую одежду. Помним все, поход в магазинчик. Зина там себе покупочки какие-то делала. Кофточки, светерочки, платьюшки. Цепочечку приоденется. Получит какое-то маломальское удовольствие человек. Почему и нет? Если была такая ситуация негативная с кольцом, ну и подальше давайте будем держаться вообще в принципе от этого названия кольцо. Сева, поддерживаю на миллион процентов. Все верно ты говоришь. Ребята, ну и напоследок, что хочу сказать. Холодець готовится, жирнючий. Давно бачили Надюху. Все скучили. Выглядаете там у векна в двери. Боже, где же это Надя? Не видели, аж целую. Сколько прошло? Пять дней, неделя. Мне кажется, она три дня назад уехала. Опять и снова. Ты и в двери в она в векно. Ты и в векно в она через дымоход залеза. Капец. Никакая критика на человека не действует. И плевать она хотела. Вообще, вы пишите мне там. Анжелика, неужели ты думаешь, что Надя сама по доброй воле, вот с наглостью такой лезет сюда и едет в Днепро? Это ее сам Вэл зовет и приглашает. Ребята, да если это даже и так. Если это даже инициатива Самвэла, после всего, что люди пишут, говорят в комментариях, обзорщики тоже кричат со всех своих каналов, включая и меня. Да я бы сказала Самвэл, знаешь что, с меня хватит. Я же не посмешище и не чучело-опудало на огороде. Хватит уже меня поливать грязью. Я уже начиталась, наслушалась свой адрес. Захочешь, я с удовольствием буду с тобой общаться, будем поддерживать какие-то отношения дружеские. Но нет. Давай сделаем паузу все-таки. Потому что я женщина, и мне это неприятно. Есть какое-то свое, да, и гордость, и достоинство. Но от Нади ждать таких слов, ребята. Не-не. Надя впереди планеты всей. Бегом до Самвэлки. Бегом. Слышали все? Уже разрешение испытала Новый год встречать. Так что, ребята, у нас впереди развлекательные такие, замечательные, зажигательные события. Шекшо Маринка прикатана, Новый год, которая тоже сделала заявление со своей стороны. Ой. Ну, надеюсь, что в этот раз не усыдников. До скорых встреч. Всем здоровья. Не болейте. Пока.